18 декабря на заседании Совета глав государств, Содружества независимых государств, прошедшем под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в режиме видеоконференции, обсуждены актуальные состояния и перспективы многопланового сотрудничества. Стороны сконцентрировали внимание на совместных планах по укреплению партнерских отношений. В своем выступлении глава нашего государства подчеркнул, что Узбекистан готов к совместной выработке и реализации новых, нестандартных и взаимовыгодных подходов к решению общих проблем. Было отмечено, что наша страна выступает за поэтапный выход на качественно новый уровень сотрудничества, повышение эффективности механизма взаимодействия и практической реализации принятых документов. Президент Шавкат Мирзиёев высказал ряд предложений по расширению связей, внедрению новых подходов к задействованию потенциала в различных сферах и в целом наращиванию межстранового взаимодействия в рамках Содружества независимых государств. В ходе саммита были рассмотрены важнейшие вопросы многопланного сотрудничества, обсуждены приоритеты взаимодействия и определены совместные планы по укреплению партнерских отношений в рамках СНГ. Узбекистан впервые взял на себя почетную и ответственную миссию председательства в Содружестве независимых государств. Пандемия коронавируса показала необходимость и особую важность стабильного функционирования транспортного сектора. Президент Узбекистана отметил, что Узбекистан готов к совместной выработке и реализации новых, нестандартных и взаимовыгодных подходов в решении общих проблем, чтобы найти оптимальные пути скорейшего выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ключевыми задачами в сфере транспорта определены повышение конкурентоспособности транспортных коридоров, гармонизация регламентов и стандартов, проведение согласованной тарифной политики и взаимное предоставление преференций. Узбекистан также выступает за скорейшее возобновление авиасообщения на взаимной основе с соблюдением всех санитарных требований. Это будет способствовать возобновлению деловых, гуманитарных и туристических обменов. Благодаря усилиям председательствующего Узбекистана достигнут значительные результаты по развитию взаимной торговли, по промышленной кооперации и в области сельского хозяйства. Я отдельно хотел бы отметить предложение уважаемого президента, касающееся гуманитарной сферы, а именно сотрудничества в сфере изучения культурного наследия народов СНГ. Президентам предложено провести такое мероприятие в Узбекистане в следующем, в 2021 году. И проведение такое мероприятие, я думаю, позволит глубже изучать историю сотрудничества стран. Выступление нашего президента на этом мероприятии было программным, убедительным. Говоря о сотрудничестве, наш президент поставил очень точные приоритеты, что мы должны быть в одном экономическом пространстве. Идеи просветительства, сотрудничества, взаимопонимания лежали в основе выступления нашего президента. И я думаю, что он смог убедить других своих коллег по рангу, что Узбекистан будет придерживаться этого курса, что он будет жестко идти по линии демократии, по раскрепощению экономики, по подъему духовности. В рамках этой организации культурные, научные, образовательные, экономические и политические связи еще более укрепились. Это, в первую очередь, заслуга нашего президента, который сумел организовать работу этой организации на очень высоком уровне. Например, укрепили связи вузов, которые находятся на территории этих государств. Узбекистан сумел организовать работу этой организации на очень высоком уровне. Именно эти моменты были особо отмечены лидерами государств, которые участвовали на этом совете. Заседание, на котором наш президент высказал очень интересные и принципиальные положения, имеет большое значение. Во-первых, в Узбекистан все более уверенно входит мировое сообщество. Он поддерживает экономические, политические, культурные связи и с ближним зарубежьем, и с дальними странами. Выстраивается очень интересная система взаимосотрудничества, взаимообмена специалистами. В выступлении нашего президента мне показалось особенно важным. Его стремление к миру и спокойствию, к межнациональному согласию. Это наша очень большая ценность в нашем государстве. То, что Узбекистан так достойно выступил, это имеет очень большое значение и обнадеживает в том смысле, что наше государство все более значимо в международном сообществе, с ним считаются. И оно осуществляет очень важные принципиальные позиции, которые способствуют развитию и роста и государства, и каждого нашего жителя Узбекистана.